Наверное, вам известно, запланированная встреча на 7 декабря в Брюсселе между руководителями Армении и Азербайджана не состоится. Чем обусловлено отказ Альева, как вы думаете? Тем, что ему придется делать какие-то обещания, которые он сдерживать не хочет. И наиболее простой выход из этой ситуации, скорее всего, советники предложили перенести эту встречу до окончательного выверения сил и всех сторон. В том числе и отношения Армении с Россией, отношения Армении с Европейским Союзом, отношения Армении с Соединенными Штатами. Потому что здесь еще процесс очень живой и непонятно, куда он будет выкристаллизовываться. Я думаю, это основная причина, по которой эта встреча сейчас не состоится. Ну, Альев это объяснил, связано с Францией. Я думаю, связано с последней резолюцией, принятой французским Сенатом. Вы думаете, роль Франции в решении конфликта возрастает уже? Да, конечно. Франция практически осталась последняя страна Евросоюза, которая еще держит позицию, ту, которую имел практически весь Евросоюз, в том числе и Германия, как ведущая страна Евросоюза по отношению к Армении. Франция сейчас еще старается удержать, ну, паритет нельзя сказать, но защищать интересы Армении вопреки общей сложившейся тенденции, склоняющейся в сторону Азербайджана. Все же Ереван сообщает, сегодня это звучало, о готовности организовать четырехсторонную встречу, при том ближайшее время. Это что-то меняет? Я думаю, да, диалог всегда лучше, чем война и конфликт. Только в диалоге и в споре будет рождаться истина. Но Армении, как я уже говорил, надо четко определить свою позицию в том, с кем она будет идти за стол переговоров. Надо понимать, что в политике не бывает друзей. В политике бывают только интересы. И интересы, которые Евросоюз имеет к Азербайджану, интересы Соединенных Штатов, которые она имеет здесь, на Кавказе. Это все надо учитывать. Интересы России в том числе надо учитывать. Ну и понятно, что интерес Армении здесь наиболее злободневный, потому что речь практически будет идти о выживании этого государства в тех новых условиях, в геополитических условиях, которые создаются сейчас вокруг Армении. Я просто хотел бы и желаю лидерам вашим большой-большой мудрости, чтобы не ввести страну и народ в кровопролитие, которое может закончиться плачевно. Сопредседатель ЕС на Южном Кавказе, Тойго Клар, в конце прошлой недели полетел в Баку, встречался с Алиевым. Это связано с отказом Алиева в брюссетской встрече? Как вы говорите? Не напрямую, косвенно. Там совершенно другой интерес. Там интерес в поставках газа, альтернативного газа. Европа замерзает. Европа сейчас входит в стадию наиболее трудных времен со времени Второй мировой войны. Останавливаются предприятия, города не освещаются. Смотреть на это все очень печально. Даже у нас вот здесь сейчас был на 10 минут отключали электроэнергию. В центре Европы, в Германии. Все это побуждает искать альтернативные источники энергетики. И ради этого они пойдут на все. И это надо учитывать Армении во время переговоров также. Да. В Баку полетел и сопредседатель минской группы ОБСЕ Филипп Рикер. Видимо, это тоже связано с атмосферой переговорного процесса в Брюсселе. Надо понимать, что у Брюсселя, в отличие от Соединенных Штатов, нет прямого интереса в конфликте на Кавказе. Но и потерять отношения с Азербайджаном они себе тоже позволить не могут. Вот сейчас они пытаются сделать этот шпагат. Уговорить Алиева от принятия, отговорить его от принятия каких-то радикальных мер. Например, прекратить обстрелы, отойти на рубежи. Это практически нереально пока в настоящих условиях, когда он чувствует превосходство своей переговорной ситуации. Вы видите, не он летит к ним, а они летят к нему. И уже одно это показывает, что он будет решать этот вопрос с позиции той, которая ему сейчас предоставилась. И предоставила эту позицию, конечно же, вся мировая ситуация. Он ее разыграет до конца. Он, конечно же, будет из этого делать самую большую выгоду для себя, для своего государства. Америка, да, она будет поддерживать, наверное, более поддерживать Алиева. Потому что конфликт на Кавказе. Все, что нехорошо России, хорошо Америке. Мы это все прекрасно понимаем. Мы взрослые люди. Речь идет в украинском конфликте. Вообще не в Украине. Речь идет о ослаблении, разрушении российской государственности. Но и в большом. Извините, то есть Вашингтону не интересует, газ через Азербайджан поступит в Европу или нет? Он даже заинтересован в том, чтобы этот газ не поступил. Основная задача, которую преследует Американская. Потому что все-таки это будет российский газ? Это будет российский. Это их мало волнует. Это будет опять восстановление экономики и восстановление конкурента, которого они практически уже убрали с арены. Европейский Союз стал жертвенным агнцем на столе. Его просто отдали в жертву ради двух целей основных, которые это разрушение или ослабление России и остановка развития Китая. Они выбили 600 миллионов человек, выбили деньги из кармана. Они больше не смогут покупать китайские продукты в том размере, в котором покупали. Это сильно ударит по Китаю, потому что Китаю надо сбывать, что он производит. И здесь им поставка, альтернативная поставка газа совершенно не нужна. И они сделают всеми своими методами, которые они славятся на весь мир, так, чтобы этот конфликт там продолжал мешать налаживанию нормальных отношений. Тем не менее, это самый обсуждаемый вопрос. Поставки газа в Евросоюз через Азербайджан. Вы думаете, это вероятно все-таки, да? Вы знаете, как европейские политики сделать хорошую мину при плохой игре. Они сейчас не могут себе позволить сказать, что да, мы немножко просчитались, давайте мы откроем оставшуюся ветку северного потока. Именно этого американцы боялись, поэтому они взорвали эти три нитки. Потому что условия и народ, когда поднимется на баррикады, правительство может сослаться на народные волнения и сказать, ну, мы не можем без российского газа. А здесь все понимают, что это российский газ через Азербайджан. Ну, вроде мы все, у нас чистая рубашечка, а мы же в России не берем, мы берем в Азербайджане. Это такая игра двойных стандартов, и они ищут эти моменты для того, чтобы каким-то образом сохранить свое политическое лицо, но решить этот вопрос, чтобы народ не поднялся и не смел их, что в принципе сейчас по всем городам начинает иметь место быть. Народ просыпается, народ выходит на улицы, и им надо что-то принимать, какое-то решение. Тут азербайджанский газ, он не решит этой проблемы, ну, по крайней мере, ну, вот видите, мы же что-то делаем. Это чисто вот такое... Понятно, но это так или иначе отразится на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Обязательно, обязательно отразится. Я бы, например, сказал, что Франции здесь можно занять более жесткую позицию. Азербайджан заинтересован, также заинтересован продавать этот газ. Это доходы в его казну, это его влияние, и здесь можно было поставить жесткие условия. Отведите войска на те границы, на которые были, прекратите агрессию против Армении, и мы увеличим закупку вашего газа. Хватит ли у Франции, у Германии? Точно не хватит на это смелости сказать, потому что зависимость от Америки у нас, ну, стопроцентная. Американцы просто вот одним поворотом ключа могут выключить все наши предприятия. Французы более суверенные, потому что они не были под оккупацией. Мы до сих пор под оккупацией американской находимся. Они могли бы это выставить, но это опять надо понимать, что придет встречный ветер с Америкой. И за такой подход поголовки не погладят. Они уже пару раз пытались против американцев, там собрались с Шольцем, выступили, что ну как так? Вы продаете нам газ в четыре раза дороже, чем своим предприятиям. Вы же нарушаете все экономические конкурентные условия. Они сказали, вы извините, ну, своя рубашка ближе к телу. Так было всегда у американцев. Поэтому надежды большой, что французы сейчас полностью встанут на сторону справедливости, на сторону Армении. Нет, они побоятся давления американского. Но к шаге... Чего и опасается Олег, наверное, да? Чего и опасается он, да. Ему надо сейчас выловить, чтобы не потерять эту карту козырную, которую у него в руках. И поэтому ему надо тактически поддерживать здесь напряжение, чтобы в результате этого продать выгодно свое положение и свой газ. Как говорит, ничего личного, политика есть политика. Хорошо. В таком случае чем объясняется нагнетание атмосферы на границе, особенно с Нагорным Карабахом? Как раз этим. Если этого не будет, у него не будет в руках козырной карты. Если она у него есть, он всегда может ее разыграть, сказать, хорошо, я подумаю над этим, давайте увеличим поставки. Вы у меня закупаете больше, вы у меня закупаете дороже. Я здесь теряю, но я хочу здесь выиграть. Я думаю, что это чистый вот такой политический гамбит турецко-азербайджанский, в котором Россия могла бы сыграть роль, но ей тоже сейчас связаны руки очень сильные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова